Здравствуйте всем, меня зовут Ксения Бубнова, я тренер школы Диметриус по женским формам. И сейчас вы увидите стрижку каре классическое, которое вы можете изучить на курсе перезагрузка. Поехали! Мы определились с длиной. Сейчас я наношу праймер, это как будто сухое масло. Он дает легкое увлажнение, его можно наносить даже на прикорневую зону. Внимание, он может немного пениться во время нанесения. Это нормально, так работает праймер. Здесь у нас будет каре, поэтому мы используем сухое масло праймер. Каре классическое, без удлинения сейчас в данный момент будет. Выделяю первый блок. Предварительно разделила волосы на две части, все как обычно. Как и во всех других стрижках, которые вы уже видели. Нахожу бугор и сразу от бугра двигаюсь до середины уха. Первый блок. Теперь что такое стрижка каре? Стрижка каре это средняя форма. Идеальное каре это когда кончики волос висят над плечом. Каре не считается, стрижка каре не считается карешкой, если она лежит на плече. Это уже не каре. Поэтому если клиенты к вам приходят и говорят, я хочу вот такое каре, вы говорите, окей, у тебя будет вот такое каре, но делайте вы ровный срез. Применяйте технологию стрижки как для ровного среза. Понятно о чем речь? Клиенты не обязаны разбираться. Конечно, вы можете проявить терпение и что-то там объяснить, рассказать. Вот смотри, карешка бывает вот так живет, а вот это уже длинные волосы. Поэтому будете острить как по длинным волосам и так далее. То есть если вам хочется, можете все рассказывать своим клиентам, не проблема. Но по факту каре живет в висячем состоянии, она не лежит на плечах. Это средняя форма каре. Все, что лежит на плечах, уже длинные волосы. Понятно? У нас у каждого человека есть краевая линия роста волос и есть седьмой позвоночек. У всех, у каждого он есть. Вот эта выпирающая часть в шее. Сейчас каждой подойдите, погладьте и найдите мне седьмой позвонок. Это вот этот? Да? Почувствуй, от краевой линии пойди вниз. Руками нужно почувствовать. Каре живет до седьмого позвонка, не ниже. Понятно? То есть первый блок должен быть выше вот этого седьмого позвонка. Но каре классическое имеет право жить от краевой линии роста волос до седьмого позвонка. То есть вот здесь может жить каре. Теперь вычесала весь блок на высоту пробора. Высоту пробора понятно, о чем речь? И теперь мне нужно обрезать ребро жесткости, обрезать длину, задать ребро жесткости. Но ребро жесткости должно быть на один сантиметр короче, чем готовая краевая линия. Пока непонятно, ничего страшного. Теперь я беру измеряю, опа, что-то высоко сильно. Снова вытянула. Снова опускаю. Смотрю, два пальца. Нужно, чтобы один палец. Один палец, один сантиметр. Ребро жесткости короче, то есть выше на один сантиметр. Вот так меня устраивает. Вот так обрежу и на всякий случай еще перепроверю. Снова перепроверяю. Когда первые ребра жесткости у вас будут, это будет самая долгая процедура, с которой вы будете заниматься. Потом у вас будет все хорошо. Теперь я вижу ребро жесткости. Вот моя готовая краевая линия. А ребро жесткости должно быть выше. То есть я смело еще могу минус два сантиметра убрать. Понятно? То есть вы сначала обстригите подлиннее, причешите, померите. Три-четыре раза вы так сделаете, потом рука уже будет понимать где. Но первые разы вы будете вот прям долго возиться с ребром жесткости. И это нормально, так и должно быть. Все, меня устраивает. Вот у меня будет готовая краевая линия стрижки. И вот минус сантиметр, полтора, минус один палец. Все, меня устраивает длина. Значит, я двигаюсь дальше. Теперь вычесываю весь блок на высоту пробора. Здесь длина у меня уже должна быть готова. Ребро жесткости задаю в плоскость. Что это значит? Это значит, что я должна создать здесь ровную линеечку. Я не закругляю, я не увожу в одну точку. Я работаю в плоскость. То есть в общей массе, когда я задаю ребро жесткости, я замерзла на одном месте, я никуда не двигаюсь. Ни телом, ни руками, никуда. Я полностью создаю линеечку вот здесь. Голова стоит ровно, прямо, естественно, как обычно носит клиент. Ровно, прямо, естественно. Вот видите, я здесь создаю линеечку. И двигаюсь тоже самое в другую сторону. Прям поправляю поэтапно. Понемногу, понемногу поправляю. И следующий. Тоже потом. Пойдем, провалить сюда. Смотри, ближе. Все близко, смотрите. Шиба себе. Все, смотри. Быстрее. Так, ну что, теперь понятно, где должна быть линеечка? На оттяжке должно быть прям линеечка, линеечка. И теперь я задаю длину, которую я запланировала. Помните? В середине простригаю ровно. Дальше ставлю пальцы параллельно заданному пробору. То есть, видите, небольшое удлинение создаю. Чего? Теперь первую точку задала, вторую точку задала. Теперь мне нужно соединить эти две точки. Градуировка. Первый блок посередине вертикальный. Примерно ширина расчески. Вычесываю в оттяжке 90 относительно головы. Угол среза 45-46 плюс-минус градус. Потому что голова у всех разная. Теперь что я вижу? Я вижу первую точку состриженную. И вижу последнюю точку, вторую точку состриженную. Точку А и точку Б. Все, что между ними, мне нужно состричь. Под углом 45 градусов. Вот видишь, оттяжка 90, а угол среза 45. Делаю перехват. Блок, видите, достаточно большой. И прихожу к этому блоку. Понятно? Каждая прядь на своем месте. Вертикальные проборы, но остаюсь в плоскости. Оттягиваю 90 относительно головы. Тяну 90. Ставлю пальцы уже заранее под 45. И вижу эти две точки. Первую нашла. Ее состригать нельзя. Сразу от нее спускаюсь ниже. Обратите внимание, пальцы остаются вертикальные. Как пробор я задала, я так и двигаюсь. Я пальцы вот так, как мне удобно, не убираю. Понятно? Я делаю так, как неудобно. А потом привыкну, потому что так должна выполнять стрижку. Следующая прядка, крайняя к предыдущей. Тянула, тяжко 90 относительно головы. Видите, здесь треугольник немножко сокращается. Потому что там чуть меньше волос. По сути, здесь даже нет точки А. Опять же, все то же самое. Анатомия не меняется. То же самое делаю в другую сторону. Вот, можете даже визуально посмотреть. Вот здесь уже проработана эта часть. Здесь еще не проработана. Более топорно лежит, более выворачивается. Благодаря такому виду градуировки, каре сама себя укладывает. Уже даже в мокром виде. Едем дальше. Теперь следующий шаг. Убираю вихры. Прорабатываю пойтингом на расческе. Вот смотрите, пойтинг нужен тогда, когда я вижу свое ребро жесткости. Вот смотри, с этой стороны прям ничего не видно, а вот здесь видно. Видно? Да. У меня здесь достаточно короткий волос. Поэтому прорабатывать я буду ребро жесткости через расческу. Беру ножницы, сомкнула. Пронизаю сквозь волосы и достаю только тот блок, где мне нужно проработать пойтингом. Это видно визуально. Пронизаю, теперь перекидываю расческой, несколько раз делаю. И теперь пойтинг на расческе. Раз, два, три. Теперь дорабатываю краевую линию. Представляешь, насколько изменения в жизни кардинальные? Говорят, после каре уже никакую другую стрижку не надо. Второй блок выделяю от перпендикуляра, ниже на 2 см до вершины уха. Серединка 45 градусов. Спускаюсь на 2 см. Еще на всякий случай можно посмотреть на макушку. Ну, как правило, когда ниже спускаешься, там по-любому макушку. Ну, на всякий случай еще одним глазом можно глянуть. Провожу черту до вершины уха. От перпендикуляра, ниже на 2 см до вершины уха. Задаю длину на 1 см длиннее. Как вы думаете, чего? Градуировки или краевой линии? Краевой линии. Теперь, чтобы не ошибиться, потому что часто бывает вот так оттягивают. Видите как? Попадает на градуировку и от градуировки отступает вот этот сантиметр. Я немножко наклоняю голову клиента вперед. Вот так вот пальцем приглаживаю всю линию. И в приглаженном состоянии пропускаю 1 см. А потом уже дальше дорабатываю на пальцах. То есть я, видите, как шпаргалку себе сделала, а потом уже дорабатываю на пальцах. Пальцы также чуть с удлинением ставлю параллельно заданному пробору. Все, я теперь, исходя уже из моей длины, пальцами сначала первую прядку я измерила пальцами. Теперь я с небольшим удлинением, все в плоскость, с небольшим удлинением. Видишь, как совсем небольшое удлинение. Теперь градуировка. Помните, я говорила, второй блок всегда одинаковый. Теперь выдыхаем. Сейчас будет все ровно та же информация, как и второй блок. Оттяжка. Оттяжка, 90 угол среза, 90, точку А пропускаю. Обратите внимание, видите, какая разница? Несведенные зоны. Я не обращаю внимания на первый блок. Как и всегда, нахожу точку А, видно? Вот она где. Пропускаю, работаю как по-тонкому. Тонкий же у меня волос. Маленький уголочек убираю. Теперь шаг в сторону. Каждая прядь на своем месте. Беру все то же самое. Пальцы ставлю в параллельно заданному пробору. Видите, как у меня встал палец? Видно? Немножко в диагонали. Да, легкая диагональ. Оттяжка 90, угол среза 90. Работу какой средний? Оп, смотри. Теперь снова шаг в сторону. Вертикальный пробор. Слегка диагональный, надо сказать. Увожу. Ориентир предыдущего среза тоже вижу. Крайняя к предыдущей. Все ровно то же самое. Также выполняю стрижку с другой стороны. Дорабатываю краевую линию. Ориентируясь на длину первого блока. Видите, у меня совсем совпало. Вот здесь в серединке прям совсем совпало с первым блоком. Видите? А пропускали сколько, помните? Можно ножницами, можно ножницами. За счет того, что объем приподняли. Ну и плюс еще, даже если, смотри, вот я даже если объема убираю, все равно не слишком-то и много, да? А чем было, вот в мокром виде почти 2 сантиметра казалось. Поэтому по первому блоку ориентируясь, убираю длину. Здесь тоже технический запас. Мы его называем технический запас, чтобы вы тут овалы не настрелили. Поэтому делаем чуть больше удлинения. Когда это будет у вас уже 10-е коре, вы уже будете делать почти прямо. Следующий блок. Если я работаю на удлинение, то 3 точки под височным выступом, через височный бугор, ко второму блоку. Вам тоже должно быть это уже знакомо с ровного среза. Если на удлинение, значит под височным выступом, через височный бугор, ко второму блоку. Вот 3 точки. Если без удлинения, то над височным выступом, через височный бугор, ко второму блоку. Теперь, так как я работаю без удлинения, значит чуть за плечом. Помните, да? Информация тоже для вас не новая. Две фаланги свожу с длиной второго блока. Чуть за плечом. Здесь уже ничего не отступаю. Ничего не отступаю, как обычно. Свожу с длиной второго блока. Чуть-чуть назад можно вот так. Видите, я как будто даже на плече работаю. Не отодвигаю далеко. То же самое делаю с другой стороны. Теперь градуировка. Весь височный блок вычесываю назад в плоскость. Присоединяю градуировку второго блока, сухую вот эту прядку. И ориентируясь на градуировку, убираю. В данном случае совсем немного. Теперь, что делаю дальше? То же самое. Разделила блок на две части, вот этот мокрый блок. И на своем месте выполняю градуировку. Точку А много-много выпускаю. Височек здесь достаточно тонкий. Видите? Прямо много-много точки А выпускаю. Прямо маленький уголочек убираю. Плотность сохраняется. Оттяжка 90, угол среза 90. Едем дальше. Теперь у нас остался теменной блок. Из мокрого теменного блока я достаю мокрую прядь. Смотрите визуально. Из мокрого теменного блока я достаю мокрую прядь. Буквально пару сантиметров. Понятно? Все, пока эту часть мокрого блока оставляю. Здесь задаю длину подтяжки 0 на 1 сантиметр длиннее второго блока. Длины второго блока. Понятно? Немножко волосы, голову вперед наклоняю. И задаю длину на 1 сантиметр длиннее. Здесь уже можно и на пальцах. Видите? На 1 сантиметр длиннее. Теперь едем дальше. Беру весь мокрый блок и вычесываю назад в плоскость. Должна образоваться сверху горка, снизу параллельно полу. Подготавливаю волос к срезу. Таким образом заужаю волосы, чтобы мне потом простричь одним срезом, чтобы подстричь на 2 фаланги всего. Понятно? Что такое подготавливаю волос к срезу? Вот так это я ничего не подготовила. Вот. Максимально узенько делаю. Подготавливаю волос к срезу. Тяну назад. Сверху должна образоваться горка, а снизу параллельно полу. Подготовила волос к срезу. Теперь беру мою мокрую контрольную прядь. Присоединяю к моему срезу и по ней же убираю. Ничего не отступаю. Теперь убираю длину. Если вдруг у меня так получилось, что у меня очень густо и 2 фаланги мне не хватает, я ничего не перечесываю. Представьте себе, что все, мне не хватило возможности. Я не бросаю прядь. Я просто расческой подхватываю, чуть-чуть перекладываю пальцы и убираю длину остатки. Если вдруг у меня густо и все-таки не прохватило, не смогла это сделать. Главное, мы ничего не перечесываем. Теперь убираю излишки, если таковые имеются. Как вы думаете, где у нас будут излишки? У лица, правильно, потому что мы же там тянули назад, помните? Вот, их как раз очень хорошо видно. На 1 см длиннее. Опять же, ориентируясь на 2 фаланги. Вот. И тоже за плечи? Ну да, слегка за плечо. В данном случае слегка за плечо. На 1 см длиннее. Все то же самое делаю. Видите, моя задача просто топорно убрать линию. Излишки. Я же потом стоя еще буду это все доворачивать, хотела сказать, дорабатывать. Я просто топорно это убираю. Мне не надо здесь особо сильно миллиметрить. Мне просто нужно убрать на 1 см длиннее. Все. Итак, теперь мне нужно соединить эти все блоки. Вот видите, где у меня первый блок живет? Здесь технический запас. Ну, убираем до первого блока. Понятно? Иногда бывает доработка краевой линии. Практически столько же времени занимает, сколько стрижка. Особенно первое время. И это нормально. Не переживайте, что вы будете очень долго дорабатывать. Поэтому запасайтесь терпением. Каре, особенно каре классическое, это одна из самых сложных форм в плане ее технического создания. Здесь очень много фокусировки. Сначала я все дорабатываю идеально от плеча до плеча. А потом я ее буду разворачивать к себе и дорабатывать впереди. Иногда, помните, да, мои слова? Иногда доработка может занимать долгое время. Нифига не три минуты. Поэтому клиентам тоже своим, когда они только-только у вас будут приходить, всегда объясняйте, что это технология. Здесь я первые разы буду работать дольше, чем это, ну, вот, чем обычно. Поэтому запаситесь временем, терпением, бла-бла-бла. Я знаю, что вам понравилось это видео. Ставьте лайки, приезжайте на обучение. Все, всем пока!